Приветствую вас! Этот странного вида двухколесный автомобиль, который получил название Strips Boot B Auto Go, появился в далеком 1912 году прошлого века, когда автомобиль из строения только начинало развиваться, и перед человечеством начали открываться перспективы, которые раньше считались недоступными. Одним из тех конструкторов, которые воплощали свои смелые идеи в жизни, стал молодой и талантливый американский конструктор, который к тому же был и неплохим дизайнером, James Strips Boot из города Детройт. Интересуясь ранних подростковых лет автомобилями и внимательно следя за тенденциями и технологиями в отрасли автомобилестроения, он с 1908 по 1912 год стал разрабатывать свой необычный не то что в то время, но даже сейчас двухколесный автомобиль, который был больше похож на огромный мотоцикл. В основу легла разработанная собственноручно Джеймсом железная рама, на которой крепился двигатель, а также панели будущего автомобиля. Рабочим сердцем автомобиля стал также им разработанный V-образный 8-цилиндровый двигатель мощностью 45 лошадиных сил, который запускался сжатым воздухом и способный разогнать автомобиль до 120 км в час. В паре с ним работала установленная в центральной части рамы механическая коробка передач. Но самой интересной деталью была система жидкостного охлаждения двигателя. Она состояла из небольшого установленного спереди радиатора и опоясывающих моторный отсек с обеих сторон многочисленных медных трубок. К крутящий момент от двигателя передавался через сыпной привод на заднее деревянное шинованное колесо, которое крепилось к раме на двух полуэллиптических рессорах. Переднее управляемое колесо, которое поворачивалось при помощи обычного руля, крепилось при помощи двух пар коротких продольных рессор. Второй интересной особенностью данного автомобиля были его два маленьких поддерживающих колеса для стоянки, а также для начального движения, чтобы автомобиль не заваливался и который при достижении скорости в 40 км в час убирались под боковые крылья кузова. Для лучшей обтекаемости и для уменьшения веса автомобиля Джеймс обшил его алюминиевыми листами, внутри которого разместил салон на три человека, водителя спереди и двух пассажиров сзади, и которые располагались таким образом, чтобы дополнительно обеспечить устойчивость автомобиля при езде. Закончивший свой проект и построивший в 1912 году свой первый опытный автомобиль, он приступил к испытанию уездовых качеств вдали от посторонних глаз. Но все равно этот автомобиль с необычным дизайном привлекал хоть тех и немногих, но видевший этот автомобиль в движении людей. А после показа его общественности, автомобиль и вовсе произвел на людей настоящий фурор. Ведь не всегда представлялась такая возможность увидеть столь необычный автомобиль. Доведя до окончательной версии автомобиль, Джеймс Трифс Бут планировал в 1913 году наладить производство своего автомобиля в количестве 50 штук. Но этому не суждено было случиться, ввиду сложной и казавшейся многим ненадежной конструкции. И этот автомобиль так и остался в единственном экземпляре. И о нем бы забыли, если бы в 2017 году его не восстановили. После чего он занял свое достойное место в коллекции Детройтовского исторического общества. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok